Всем привет, друзья! Наконец-то мы переходим уже к техническому плану моего канала. В данном случае я расскажу сначала о своих ошибках и что я буду делать для того, чтобы запустить мотоцикл. Смотрите, я на протяжении зимы, последний раз, когда синхронизировал карбюратор, все эти вещи, залил хороший бензин, полный бак, чтобы он там не гнил, не ржавел и так далее. Вот, я сделал одну ошибку, то что я заводил мотоцикл там раз в две недельки, там возможно раз в месяц прогревал. Прогревал, прогревал пару раз, на третий раз у меня начали опять отказывать цилиндры работать. Это все из-за того, что осаживается бензин у нас, качество топлива в Украине не очень. Опять забился карбюратор, опять необходимость сливать этот бензин, чистить карбюратор, выставить синхроны, настроить качество топлива и только тогда уже запускать мотоцикл, использовать его нормально. Поэтому я вас к чему призываю, если вы после зимы пытаетесь завести мотоцикл, пацаны, те, которые даже ездят на Ява, они тоже сливают этот бензин, заливают новый, только тогда мотоцикл заводится и едет нормально, ничего там не чихает, не задыхается, не пердит. Вот, поэтому я вас к этому призываю. Точно так же я в этом видео демонстрирую. Мы будем сливать бензин, разбирать карбюратор, чистить его, опять же ставить на место, выставим синхрон, синхрон карбюраторов, все с тем, что я рекламировал по подсказке, можете посмотреть то, что я покупал сам, сделал там около 20 долларов, мне все обошло с 20-25, не помню уже. И выставим качество топлива, заведем и все будет, в принципе, на уровне. Поэтому давайте уже приступать к техническому плану. Вот он, наш данный красавчик, сейчас мы произведем разборку пластика, уберем пластик, а там уже по мелочам дальше будем синхронизировать. В любом случае, это все нужно менять, я задумал перетянуть его пленкой. После всей разборки нам надо снять воздухан, снимаем здесь фильтр, все, добираемся до карбюратора, разбираем его, чистим, после того собираем, ну и, конечно же, настраиваем синхрон, качество топлива и все, в принципе, уже в процессе увидите. Так вот, вот мы сняли воздухан, теперь освобождаем нашу крышечку, вот здесь вот эти все болтики мы откручиваем, расслабляем, ну и точно так же внизу у нас там есть затяжки такие, вот они, вот эти вот все затяжки, надо расслабить, чтобы снять хомутики и можно освобождать карбюратор и уже приступать к чистке. Ну а начнем мы, конечно же, синхрон, вот я купил вакуумные манометры, каждый вы можете проверить путем давления. И все, это все дело работает. Теперь мы поместим это все на какую-то поверхность, чтобы они все были вместе и можно было удобно синхронизировать. Вот так вот он теперь выглядит, в коробочку с подубой я поставил кое-как, для того, чтобы можно было поставить и отсинхронить удобно. Лентифриз, снимали бачок вот этот, вот здесь есть болтик, который вот самый нижний, вот этот он отвечает за слив, то есть самая нижняя точка. Слили, сейчас сливаем тормозную жидкость, заливаем, прокачиваем и уже будем приступать к синхрону. Лабиратор подключаем, вот у нас выходит вот здесь одна трубочка, она уже идет втулочкой, поэтому не будет трудно натянуть наши трубки. Здесь выкручиваем, то есть второй, третий у нас без и первый, четвертый у нас уже с трубками под эти. А для того, чтобы нам подключить другие, я купил вот такие втулочки, они достаточно для того, чтобы вакуум какой-то прошел, создал нам и уже будем с помощью них регулировать. То есть они вкручиваются, а с резьбой как раз подходят под наш карбюратор. Вот наша трубочка подсоединена, на первом, четвертом уже есть выход, а второй, третий у нас с теми втулочками. Следующий момент, то что когда у вас стрелка будет бежать, вы должны ее выровнять примерно, чтобы она не скачала полностью, то есть зажимчики поделать такие легенькие, с капельниц подходят. И чтобы стрелочка еле-еле дребезжала, чтобы максимально можно было точно настроить. Настраиваем первый, второй, третий, четвертый, а потом уже все вместе. Процесс не особо смогу вам показать, увидите хотя бы то, что есть по результату. Друзья, в общем, смотрите, после того, как вы сделали синхроны, синхроны примерно где-то от 30 действуют по моим вакуумным манометрам, 30-32. Вот так вот район. Вы синхронизируете первый, второй, третий, четвертый, а потом все вместе между собой. Все, чтобы они не скачали, выставляете так, чтобы был боек вообще минимальный. И вы видели, примерно на 3000 оборотов это все нужно делать. После этого вы обратно закручиваете все винтики и приступаете к качеству топлива. Качество топлива регулируется примерно от завода идет 1,5 и плюс 25, то есть до 1,75. То есть ориентируетесь где-то от 1,5 и до 1,7, возможно может быть до 2. Как это проверяется? Вы когда накручиваете, вы просто газуете, подгазовываете там до 6, до 7 тысяч и обороты должны ровненько падать. Не должны они зацепаться там. Поняли? Вот. Вот этот момент и будет выставлено ваше качество топлива. Конечно, будет лучше всего проехаться, проедете, чтобы не было никаких проседаний, чтобы он не отстреливал. Ну, на прогазовке это в принципе покажет. Вы погазуете максимально. А если не будет стрелять и обороты падают, значит вы все четко выставили, синхрон есть и качество топлива вам подходит. Вот и все, друзья. Поэтому не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, чтобы потом не упустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok